С каждым годом в Иванове становится все больше велодорожек. Правда, пользуются ими отнюдь не только владельцы двухколесного транспорта. Мы решили выяснить, почему пешеходы игнорируют знак и прогуливаются там, где должны ездить только велосипедисты. Одна из первых улиц в Иванове с велодорожкой – отрезок Ермака от проспекта Ленина до парка Степаново. Примечательно, что конструктивно она отделена от проезжей части и тротуара. Пешеходов это, впрочем, совсем не смущает. Это велодорожка и ходить по ней запрещено. Здесь есть альтернатива тротуар? Ну да, по сути. Почему вы здесь ходите? Не знаю, привычка. Обычно, когда зимой здесь седо чисто, а тут слякоть одна и грязь. Вы же понимаете, что это опасно, вы можете попасть под колеса велосипеда. Ну да, вообще-то. И за это штраф 500 рублей. Серьезно? Да. Об этом вот не знали. Вот вы сейчас идете по велодорожке. Это запрещено нашим правилам. Почему вы так делаете? Не знаю, так удобнее. Ну как же удобнее? Здесь есть тротуар. Ой, ребят, ну вот не все равно, где я иду. Ну как же? У нас по законодательству запрещено ходить пешком по велодорожке. Хорошо, сейчас перейду на ту дорожку. Это велодорожка, вы видели знак. А, ну да. Вот, ходить пешком по велодорожке запрещено. Штраф 500 рублей. Ну, мы не знали. Я вообще из села. Так, а вы? Ну, я из города. Так, почему вы ходите по велодорожке? Ну, быстрее. Ну, как-то быстрее. Здесь есть альтернатива тротуар. К тому же это небезопасно. Вас могут сбить велосипедисты. Ну, останавливаются люди. Ну, останавливаются. Но, тем не менее, велодорожка для велосипедистов, а пешеходная дорожка для пешеходов. Многие так ходят. Зачастую на велодорожку выходят мамы с колясками, объясняя это тем, что асфальт здесь лучше, нежели на тротуаре. Да и велосипедисты должны быть внимательными и объезжать пешеходов. А мы на транспорте тоже. Нет, здесь могут ездить только велосипеды. Не знали. Ну, как-то здесь висит знак «велосипед». Достаточно легко понять, что это велодорожка. Здесь запрещено ходить пешеходам, коляскам. Хорошо, не будем больше. А почему вы так делали до этого? Вы же, наверное, часто здесь? Да, удобнее с коляской ехать. Там-то плохой асфальт, там все время лужи, грязь. Там дорога плохая, поэтому они едут тут, падают с той стороны, если поехать. Смотрите, велодорожка предназначена для велосипедистов. Мы знаем, это прекрасно знаем. Но там плохо ехать, дети падают, они не раз падали, поэтому мы перешли на эту сторону. А вы не боитесь, что ваши дети здесь ездят на самокатах? Да, я смотрю. И тем не менее, здесь опаснее. Ну, там они падают, а тут не падают. Я боюсь причинить вред пешеходам, которые здесь ходят, и маленьким, с колясками. Потому что иногда ты на такой скорости едешь, что не успеваешь вовремя затормозить. Это опасно для их жизни. А как менять культуру у нас в Иванове? Штрафы. Сложный вопрос, но надо как-то, да, административно, думаю, наказание какое-то небольшое. Потому что на людей действуют все-таки штрафы небольшие. Если пешеход допустил выход на велосипедную дорожку при наличии тротуара, в данном случае это является административным правонарушением, за которое предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа 500 рублей. По части 1 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях. Также запрещается выезжать на велодорожку водителям транспортных средств. За это предусмотрен штраф 2000 рублей. Те, кто передвигаются на роликах, на скейтах, на самокатах, относятся к категории пешеходов. И поэтому для них действуют те же правила, что и для пешеходов. И двигаться они должны по тротуарам. Не менее популярная велодорожка расположена на набережной. Популярна она, конечно, не только у велосипедистов. Ну как бы велодорожка для велосипедистов. Так удобнее. Ну а почему же вам? А велосипедистам неудобно? Велосипедистов нет здесь пока. Ну а если они поедут сзади? Будут велосипедисты, значит на ту дорожку перейдем. А почему бы сразу не перейти на ту дорожку? Ну не знаю, там матрички дуют, а здесь не так дуют. А почему я не могу идти по велодорожке? Ну ведь велодорожка для велосипедистов травмоопасна, вас могут не заметить и сбить. Зато я могу заметить велосипедиста на велодорожке. Но если велосипедист пойдет сзади? Я его услышу. Так, вы его услышите. Но тем не менее это все равно травмоопаснее, чем идти по набережной или по каким-то другим дорожкам? Согласна с вами. Так, почему же вы тогда идете по велодорожке? Сегодня хочу ходить по велодорожке. Я же никому не помешал, велосипедистов тоже нет. В принципе, почему я не могу здесь пойти? Никакого велокросса также здесь не проходит. Если бы он проходил, видел бы, что проезжает очень много велосипедистов. Я бы, естественно, здесь не пошел. А если ночью на проезжей части нет машин, вы все равно пойдете по проезжей части? Ну если прям нет машин, то если этот путь будет мне короче, могу и пройти. Вы нарушитель? Я не нарушитель. Ну, есть такая просто поговорка армейская. Допустим, я в армии служил, там была такая поговорка. В армии можно все, если без палева. Вот поэтому как-то вот этим только руководствуюсь. А вот другая поговорка. Незнание закона не освобождает от ответственности. Многие из тех, кто прогуливается по велодорожке, осведомлены, что ходить по ней запрещено. И по-человечески их тоже можно понять. Асфальт на тротуаре зачастую уступает покрытию на полосе для велосипедов. Но и проезжая часть порой лучше пешеходной зоны. Но не ходить же по автодорогам. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.